здравствуйте дорогие ребята очень рады сегодня вас видеть в этом зале что ж наверно все вы люди уже музыкально грамотные образованные да учтись в этой замечательной школе которая нам очень нравится оркестр только что завершил настройку может быть даже кто-то из вас знает какую ноту сейчас какая нота прозвучала когда оркестр соль ля правильно нотка ля звучит когда оркестр настраивается и звучит нотка ля ну что ж вот оркестр завершил свою настройку я вам немножко расскажу буквально несколько слов о том музыкальном спектакле который вы сегодня увидите сразу вам скажу что спектакль небольшой к сожалению он очень короткий вот чувствую что расстроить не вас не удалось да очень интересный очень интересный спектакль и я вам расскажу почему но прежде всего вы сейчас услышите фрагмент нашей великой русской литературы фрагмент произведения ивана сергеевича тургенева цикла рассказов записки охотников и услышите сейчас два всего два рассказа остальные мы следующий раз вам обязательно исполним а сейчас вы услышите один рассказ называется люков а второй рассказ называется певцы ну певцы это конечно невероятно музыкальный невероятно красивый рассказ вы все без труда так сами поймете но конечно будет звучать очень красивая музыка поскольку вы все я знаю что поете в коре вы все будущие хорместер и будущие артисты гора и так далее поэтому вы конечно для вас это все очень близко и очень так наверное для вас это что-то свое такое близкое и родное правда замечательно ну что ж друзья мне осталось буквально несколько слов сказать о том что за артисты сегодня что за музыкальный коллектив перед вами выступает или вы уже знаете нет но тогда я вам расскажу на сцене сегодня здесь перед вами выступает вообще один из лучших коллективов у нас в стране вот так немного немало это государственный академический русский народный ансамбль россия который носит имя великой русской певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной я вам настоятельно рекомендую в википедии википедии найдите обязательно это имя Людмила Георгиевна Зыкиной уже более 10 лет назад не стала она ушла из жизни но это была величайшая певица двадцатого века обязательно найдите о ней википедии почитайте и послушайте ее записи на ютубе обязательно я уверен ребята вам это очень очень понравится ну а слушая записи Людмилы Зыкиной конечно вы обязательно услышите и вот этот музыкальный коллектив государственный ансамбль россия который носит ее имя потому что именно она создавала этот музыкальный коллектив и она была очень много лет его и руководителем и солисткой поэтому я вам настоятельно рекомендую поверьте вы получите огромное огромное удовольствие потому что певица она была действительно выдающаяся величайшая певица вы же все занимаетесь вокалом поэтому вам конечно это должно быть очень интересно ну что ж ребята еще буквально небольшие два коротких приготовления во-первых давайте проверим наши мобильные телефоны все ли они у у нас выключены давайте посмотрим на всякий случай так выключим звук на телефоне ну что ж и ответьте мне еще на один вопрос какой здесь на сцене не хватает сейчас вот оркестра у нас на сцене дирижера совершенно верно нам не хватает дирижера а нет дирижеру я буду я сегодня ведущий итак друзья я приглашаю на сцену дирижера дирижера лауреата всероссийских и международных конкурсов сергея корнякова вашего весна ну и чуть позже сейчас звучит музыка музыка сегодня будет включать самое красивое сейчас буквально через несколько мгновений вы услышите музыку петра леча чайковского нашего великого русского композитора вы услышите много фрагментов несколько фрагментов из его цикла времена года наверное по музыкальной литературе уже многие из вас циклы проходили вот сейчас вы услышите эту музыку в исполнении русского народного оркестра я знаю что в вашей школе есть не только замечательный хор но еще и замечательный оркестр русских народных инструментов в котором ребята играют на этих прекрасных удивительных волшебных фасовных музыкальных инструментов я надеюсь вы все знаете их название да я абсолютно вас уверен и так я с удовольствием предлагаю представляю вам замечательного актера театра и кино который для вас исполнить сейчас исполнить вот этот замечательный два рассказа из записок охотника иван сергеевича тургенева это актер московского драматического театра имени станиславского и солист московской государственной академической филармонии так давайте аплодисменты и поприветствуем замечательного актера александра селегула ну что ж друзья мои откуда рождается музыка кто из вас знает из тишины вот давайте чтобы родилась сейчас музыка давайте эту тишину сейчас создадим и услышим первые звуки оркестры так устраивайтесь поудобнее мы начинаем музыка 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 поедемте во львов предложил мне знакомый охотник ермолай там настреляем уток в долг музыка и хотя утка для настоящего охотника не представляет из себя чего-либо особенно пленительного но за неимением пока другой дичи я согласился со своим охотником и поехал львов это большое степное село с одноглавой церковью и двумя мельницами на берегу болотистой реки Рассоты, которая в пяти верстах от львова превращается в широкий пруд. Вот на этом пруду и держались утки всяческих пород. Кряковые и полукряковые, черкинырки, шелохвостые. От выстрела подымались такие тучи, что охотник поневоле хватался за шапку и говорил «фу». Мы прошли вдоль берега, но, во-первых, дикая утка-птица осторожная возле самого берега не водится, а во-вторых, даже если какой-нибудь неопытный черок подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошных зарослей наши собаки были не в состоянии, только обрезали носы. «Плохо дело», — сказал Ермолай, — «нужна лодка, пойдемте обратно в Львов». Мы пошли, но не успели мы шагнуть несколько шагов, как из-под ракиты навстречу нам выбежала довольно дрянная собака, а вслед за ней вышел человек среднего роста, в сием сюртуке, желтом жилете, красном платке на шее и с одноствольным ружьем за плечами. Пока весь наши собаки снюхивались с новой для них личностью, которая трусила, поджимала хвост и перевертывалась всем телом, человек подошел и чрезвычайно вежливо поклонился. На Витеру было лет двадцать пять. Его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, карие глазки приветливо моргали, все его лицо, перевязанное черным платком, как от зубной боли, чрезвычайно сладостно улыбалось. Позвольте себя рекомендовать, здешний охотник Владимирс, узнав, что вы прибыли на берега нашего пруда, счел возможным, ежели вам будет не против нас, рекомендовать свои услуги. Владимир изъяснялся не дать, не взять, как провинциальный актер на роли первых любовников. Я согласился на его предложение и не успели мы дойти до Львова узнал всю его историю. Владимир был вольно отпущенный крепостной, знал грамоти и жил, как многие теперь живут на Руси, без гроша в кармане, без постоянного занятия, питаясь чуть ли не мамой небесной. Выражался он очень изящно, и Малакита должно быть был страшный, и по всем вероятям успевал. Русские девушки любят красноречие. Улыбался он очень разнообразно и мастерски. Особенно шла к нему сдержанная, скромная улыбка. Он послушал вас, соглашался с вами полностью, но не терял чувство собственного настоящее. И словно бы хотел сказать вам, что и он может тоже при случае высказать свое мнение. А почему вы повязаны платком, спросил я. Зубы болят? Нет, это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня знакомый, хороший человек, но не охотник, как это бывает. Говорит он мне как-то, любезный друг мой, возьми меня с собой на охоту. Я хочу узнать, в чем состоит сия забава. Я со своей стороны не захотел отказать товарищу, нашел ему ружье. Похотились мы вдоволь, сели отдохнуть. Я сел под дерево, а он сел напротив и стал выделывать ружьем артикулс, причем целил прямо в меня. Я попросил его этого не делать, но он по неопытности не согласился. Грянул выстрел, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова. Оба, и Владимир, и Ермолай решили, что нужна лодка. У сучка есть лодка, сказал Владимир. Только я и не знаю, где он ее прячет. Надо сбегать к нему. Кому? спросил я. А человек здесь есть, прозвище ему Сучок. Владимир и Ермолай ушли за сучком. Я сказал им, что останусь их ждать возле церкви. Вернувшийся Владимир, Ермолай и человек со странным прозвищем Сучок прервали мое размышление. Босоногий, оборванный Сучок оказался дворовым лет шестидесяти. Есть у тебя лодка? спросил я у него. Лодка-то есть, да больно плоха. А что с ней? А клепки все из дырев повывалились. Ничего, дырки баклей заткнуть можно, сказал Ермолай. Известно, можно. А ты кто? спросил я. А я здешний, господский рыболов. А как же ты рыболов, если у тебя лодка в таком состоянии? А в нашей речке и рыбы-то нет. Рыба не любит ржавчины болотной, добавил Владимир. Сходи за паклей и справь нам лодку, сказал я Ермолаю. Ермолай ушел. Так это мы, пожалуй, ко дну пойдем, сказал я старику. Бог милостив, к тому же надо полагать, пруд не глубок-с. Не глубок-то он не глубок, да весь травою зарос, добавил Владимир. Но коли трава так сильна, то и грести нельзя будет. А кто ж гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду. У меня шестик есть. В ожидании Ермолая я присел на холмик, Владимир сел поодаль, сучок стоял на месте. А давно ты здесь в рыболовах? спросил я у него. Ты уж седьмой год пошел. А до этого кем был? До этого был кучером. А кто ж себя из кучеров разжаловал? А здешняя парня, Ален Тимофеевна, толстая такая, немолодая. А чего она тебя в рыболовы-то произвела? А кто ее знает, патюшка? Приехала к нам с своей водчины, собрала всю дворню, стала спрашивать, кто чем был. Дошла очередь до меня, спрашивает, ты чем был? Я говорю, кучером. Она говорит, какой ты кучер? Посмотри на себя. Не след тебе быть кучером, будь рыболовым и бороду сбреть. Вот так я рыболовым и сделался. Так, а до этого все был кучером? Какое кучером? В кучера я при Сергея Сергеевича Пехтереве попал. А до этого был поваром. Мы Сергея Сергеевича Татьяна Васильевна перешли. Как какой Татьяна Васильевна? А которая в прошлом годе умерла в девках и замужем не была. А к ней от ее батюшки Василия Семеновича. Понятно. И ты у нее все был поваром. Сначала был точно поваром. А потом в кофешонки попал. Во что? В кофешонки. А что за должность такая? А кто ее знает, батюшка? Состоял при буфете и назывался Антоном, а не Кузьмой. А твое имя Кузьма? Кузьма. Ага. И значит ты был в кофешонках. Еще актером был. Да не может быть. Да, на киятре играл. Барыня киятр завела. А какие же ты роли-то играл? Чего извольте? Я говорю, что ты делал в театре? А, вот меня нарядят. Я хожу наряженный. Или стою, или сижу. Говорят, говори, я говорю. Один раз слепого изображал. Мне под каждую веку по горошине положили. А у отца первой барыни ты кем был? Сначала в казачках, потом садовникам, потом доезжачим. Доезжачим. С собаками ездил. Ездил с собаками, доубился. И лошадей зашип. А где ж ты поварскому искусству научился? Сучок подбил на меня свое маленькое желтое лицо. А разве этому учатся? Стряпают же бабы. Да, повидал ты, Кузьма, на своем веку. А как же ты в рыболовах, если у вас рыбы нет? А я не жалуюсь. А был ли ты женат? Есть у тебя семья? Нет, батюшка, не было. Покойная барыня, царствие небесное, и кому жениться не дозволяло. Говорит, живу же я в девках, и ничего. Что за баловство? Ну, а жалование ты хоть получаешь? Какое жалование? Харчи дают, и то слава тебе, Господи. Тут вернулся Ермолай. Справлена лодка, сказал он, беги за шестом. Ты! Сучок убежал. Через четверть часа мы сидели в лодке сучка. Собак мы оставили в деревне под надзором кучера и будьи лила. Сучок стоял в задней части лодки и пихался. Мы с Владимиром сидели на перекладине. Ермолай расположился в передней части лодки. Несмотря на паклю, вода сразу появилась у нас под ногами. Но ветра не было, и пруд словно бы уснул. Субтитры подогнал «Симон» Мы добрались до тростников, и тут началась потихо. Утки взлетали, потревоженные неожиданным вторжением в холодильник. Вслед им дружно примели выстрелы. Кургусы и птицы кувыркались в воздухе и шмёкали сомфы. Всех подстреленных лодок мы подобрать не смогли, Но к концу, а вот наша лодка сверху наполнилась дичью. Сучок смотрел на нас глазами человека с молоду привыкшего к барской службе. Иногда только кричал, вон еще учится, вон! И почесывал спину. Но не руками, а приведенными в движение плечами. Мы уже собирались возвращаться в село, как вдруг с нами случилось неприятное происшествие. Мы давно уже могли заметить, что вода потихоньку набирается к нам в лодку. Владимиру было поручено выбрасывать ее из лодки посредством ковша. И все шло хорошо, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты утки стали подниматься такими стадами, мы едва успевали перезаряжать ружья. В пыло охоты, если мы не замечали состояние нашей лодки, как вдруг от сильного движения Ермолая он потянулся за убитой птицей и налег на край лодки. Наше ветхое судно накренилось, зачерпнулось и медленно пошло ко дну. Мы хотели вскрикнуть, но было поздно. Мы стояли по горло в воде, окруженные телами всплывших уток. Сейчас я не могу без смеха вспомнить бледные лица своих товарищей. Хотя и мое лицо тоже не отличалось румянцем. Но тогда, признаюсь, мне было не до смеха. Каждый из нас стоял, держа над головой ружье, а сучок, по привычке подражать господам, держал над головой шерсть. Первым пришел в себя Ермолай. Тьфу ты, Аказия, сказал он и сплюнул в воду. Ну ты, старый черт, что у тебя за лодка? Виноват, отвечал сучок. А ты чего стоял, чего не черпал, спросил он у Владимира. Но Владимиру было не до возражения. У него зуб на зуб не выпадал. Он дрожал, как лист. Куда девалось его красноречие и чувство собственного достоинства. Проклятая лодка слабо колыхалась у нас под ногами. В первую минуту кораблекрушения вода показалась нам очень холодной. Но потихонечку мы обтерпелись. Когда первый испуг прошел, я оглянулся вокруг. В десяти шагах от нас были тростники. А вдали, над их верхушками, берег. Плохо, подумал я. Что ж теперь нам делать, спросил я у Ермолая. А вот посмотрим. Не ночевать же здесь. Держи ружье, ты, сказал он Владимиру. Владимир беспрекословно повиновался. Пойду сыщу брод, сказал Ермолай. Он словно был уверен, что в каждом пруду непременно должен быть брод. Он взял у сучка шест и медленно побрел вперед, прощупывая нож и стол. Ты умеешь ли плавать? Крикнул я ему. Нет! Донеслось из-за тростников. Ну, да кутонет, сказал сучок. И без всякой пользы пропадет, добавил Владимир. Ермолай отсутствовал больше часа. Этот час показался нам вечностью. Сначала мы довольно усердно перекрикивались с ним. Потом он все реже отвечал на наши вопросы. Наконец, совсем перестал на селе пропелок вечернее. Мы стояли молча, даже старались не глядеть друг на друга. Мы начинали коченеть. Наконец, к нашей неописуемой радости, Ермолай вернулся. Был на берегу, сказал он, нашел брод. Пойдемте. Мы хотели идти вслед за ним, но Ермолай под водой достал из кармана веревку, связал всех убитых уток за лапки, концы веревки взял в зубы и медленно побрел к берегу. Владимир шел за ним, я за Владимиром, сучок замыкал шествие. Ермолай шел уверенно, безостановочно, только иногда говорил, здесь направо, налево залязнешь, или здесь налево, направо колдобина. Иногда вода доходила нам до горла, а сучок, который был ниже всех ростом, пару раз захлебывался и пускал пузыри. На что Ермолай ему говорил, «Ну-ну-ну!» И сучок болтал ногами, карабкался, прыгал, и все-таки выбирался на мелкое место. Наконец, грязные, усталые, мокрые, мы добрались до берега. А два часа спустя мы по мере сил обсушенные сидели в сарае и готовились ужинать. Кучер Игудиил, человек чрезвычайно заспанный, немногословный и рассудительный, стоял возле ворот и подчевал табаком сучка. Сучок нюхал до изнеможения, до тошноты, кашлял, чихал, но получал, по-видимому, огромное удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял голову на бок и говорил «Мало!» Ермолай протирал наши ружья, собаки преувеличенно быстро махали хвостами в ожидании овсянки. Солнце садилось, на селе раздавались песни. Рассказ певцы Небольшое сельцо-колотовка расположилось на скате голого холма, надвое разделенного страшным оврагом. У самой головы оврага, там, где он начинается тонкой трещиной, стоит небольшая избушка под соломой, с трубой. Над входом прибита голубая вывеска. Это избушка деревенский кабак, по прозванию «Притыльный». Одно его окно обращено к оврагу, и в зимние вечера, освещённые изнутри, светит путеводной звездой всем проезжим мужичкам. Надо думать, что вино в этом кабаке продаётся и дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все подобные заведения в округе. Виной тому хозяин кабака – целовальник Николай Иванович. Николай Иванович прежде румяный, кудрявый и стройный юноша, а нынче очень толстый человек с оплывшим лицом, с жирным лбом, перетянутым морщинами, точно нитками. Больше двадцати лет живёт в колотовке. Он обладает даром привлекать и удерживать возле себя посетителей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под добротушным взглядом флегматического хозяина. Николай Иванович женат, и дети у него есть. Его жена, бойкая, востроглазая вещанка, в последнее время так же отяжелела телом, подобно мужу. Он во всём на неё полагается, и деньги у неё подключён. Дети Николая Ивановича ещё малы, они пошли в родителей, радостно видеть умные личики этих здоровых ребят. Был неимоверно жаркий русский день, когда я со своей собакой поднимался по склону Голотовского обрака по направлению к притымному куточку. Солнце разгоралось на небе с Верепея. Покрытые лоском, грачи и вороны жалобно раскрывали носы, прося помощи у людей. Жажда мучила и меня, в воды не было близко. Я хотел попросить у Николая Ивановича стакан пива или кваса. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, как вдруг на пороге кабака появился рослый мужчина во фризовой шинели. Он звал кого-то, действуя руками, которые размахивались гораздо далее, чем того хотел сам хозяин. Было видно, что он успел изрядно выпить. «Иди, моргач, иди!» кричал он. «Эки, ты ползешь, право слово! Тебя ждут, а ты ползешь!» «Ну иду, иду!» послышался трепещащий голос, и из-за угла появился человек, низенький, толстый и хромой. Его нос выдавался вперед, как руль. «Ну что ты меня зовешь? Кто меня ждет?» «Я зову его в кабак, а он спрашивает, зачем?» «А ждут тебя люди добрые!» «Яшка-то урод, дырячек, да дикий барин!» «Яшка с рядчиком об заклад побились!» «Наосьмуху пива, то есть!» «Кто кого перепоет, значит!» «Яшка петь будет?» спросил моргач. «А ты не врешь, а балдуй!» «Я-то не вру, а вот ты брежешь!» «Стал быть, будет, коль об заклад побились!» «Божья коробка-то этакая, плут-то этакая, моргач!» «Ну, пойдем, простота!» «Сказал моргач, и они оба вошли в низенькую дверь кабака!» «Услышанный разговор, признаться, сильно возбудил мое любопытство!» «Я не раз уже слышал о яшке и турке, как о лучшем певце в околотке!» «А тут представился случай увидеть его в состязании с другим мастером!» «Я удвоил свои шаги и вошел в кабак!» «Я застал там довольно многочисленное общество!» «Во-первых, почти во всю ширину окошка возвышался сам Николай Иванович в ситцевой рубахе и разливал полной белой рукой вино в стакан вошедшим приятелям в моргачу и обалдую!» «За ним виднелась его бойкая, востроглазая жена!» «Посреди комнаты стоял Яшка Турок!» «Худой и стройный человек лет двадцати трех!» «Все его лицо, большие серые глаза, прямой нос, чувственные губы!» «Все показывало человека страстного!» «Он был в большом волнении, а руки у него были точно в лихорадке!» «А у него и в самом деле была лихорадка, которая знакома всем поющим или выступающим перед собранием!» «Рядом с ним стоял человек лет сорока, широкоплечий, широкосколый, с узкими татарскими глазами, с плоским носом и маленьким лбом!» «Его лицо можно было назвать свирепым, если бы не выражение спокойствия на нем!» «Соперник в Яшке, рядчик, сидел под образами на лавке!» «Это был мужичок лет тридцати, с карими глазами, с жидкой бородкой!» «Еще один посетитель сидел с другой стороны за столом!» «Это был мужичок в потертой свитке с большой дырой на плече!» «Мой приход, насколько я мог судить, несколько смутил гостей Николая Ивановича, но, увидев, что он поздоровался со мной как со знакомым, все успокоились и больше не обращали на меня внимания!» «Я попросил себе стакан пива и уселся рядом с мужичком в свитке!» «Ну!» «Махом воскликнул обалдуй, выпивая стакан вина и сопровождая свое восклицание размахиваниями рук, без которых он, видимо, никак не мог!» «Надо начинать, Яш! Чего тянуть-то?» «Начинать, начинать!» «Добавил моргачик!» «Но, несмотря на изъявленное желание начинать, никто не начинал!» «Все словно ждали чего-то!» «Начинай!» «Резко сказал дикий барин!» Яшка вздрогнул, рядчик поднялся. «А кому первому начинать?» «Тебе, рядчик! Тебе, родимый!» «Закричал обалдуй!» Но дикий барин взглянул на него, обалдуй пискнул, повел плечами и уставился в потолок. «Надо жребий тянуть!» «Сказал дикий барин!» «И осьмуху на стол!» «Ну!» «Сказал дикий барин Якову!» Яшка зарылся в карманах, достал грош, наметил его зубом. Рядчик достал новенький кошелек, достал новый грош, обалдуй подставил свой картуз, рядчик бросил в него свой грош, Яшка свой. «Тебя выбирать!» «Сказал дикий барин моргачу!» «Моргач приосанился, взял обеими руками картуз и начал его встряхивать. Гроши слабо звякали друг от друга, все напряженно ждали. Наконец моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош. Все облегченно вздохнули. «Я же говорил, что тебе!» «Я же говорил!» «Закричал обалдуй!» «На-на, не циркой!» «Добавил дикий барин!» «Начинай!» «Сказал он рядчику!» «Какую мне песню петь?» «Сказал рядчик!» «Пой, какую хочешь!» «Добавил Николай Иванович!» «Только пой хорошо!» «А мы рассудим по совести!» «Разумеется, по совести!» «Дайте, братцы, откашляться немного!» «Сказал рядчик!» «Но-но!» «Не прохлаждайся!» «Начинай!» Потупился дикий барин. Рядчик выступил вперед, Наполовину прикрыл глаза И запел высочайшим фальцетом. Голос у него был приятный и сладкий, Хотя не спрямли сиплый. Он играл им, как юлой, Замолкал, начинал с удвоенной, Его переходы были иногда смелые, Иногда довольно забавные. Знатоку они много бы доставили удовольствия. Это был русский лирический дедом. Он пел веселую плясовую песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все его внимательно слушали. А он, видимо, понял, что нашел людей из ведущих, Что называется, из кожи воды лес. Действительно, в наших краях знают толк в пении. Наконец, после одного особенно удачного перехода, Заставившего улыбнуться самого дикого барина, А Молдуев скрикнул и замахал руками. И все сразу стали подначивать, подпевать. «Давай, шельмец, забирай!» А рядчик, ободренный знаками всеобщего удовольствия, Совсем завихрился. Стал пускать такие завитушки. Так заиграл и зацокал языком. Так заиграл горлом, Что, когда, перекинувшись назад всем телом И обливаясь потом, Он выпустил последний возглас, Общий слитный крик был ему ответом. А Молдуй бросился ему на шею. На лице Николая Ивановича проступила краска, Она как-то помолодела. Яшка кричал, как сумасшедший, «Молодец, молодец!» А мужичок в свитке с дырой на плече Стукнул кулаком по стулу и сказал, «Хорошо, черт возьми, хорошо!» И плюнул в сторону. «Выиграл, выиграл!» Кричал обалдуй. «Яшке до тебя далеко, ты мне верь, Асьмуха твоя!» Рядчик кивнул, уселся на лавку, Достал из шапки полотенце И стал вытирать лицо. «Хорошо поешь», Сказал Николай Иванович. «Ну а теперь ты, Яша, Посмотрим, кто кого!» «Что-то я, братцы, сегодня не того», Сказал Яков. «Но-но! Чего вертишься? Пой, как Бог велит!» Сказал дикий барин. Яков выступил вперед, Посмотрел на всех И вдруг закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, Особенно рядчик, У которого на лице сквозь торжество успеха Стало пробиваться какое-то беспокойство. Когда Яков убрал руку, Лицо у него было бледным, Как у мертвого. Глаза блестели из-под опущенных ресниц. Он глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса Был слабо неровен. Он как будто бы не родился в его груди, А залетел откуда-то снаружи в комнату. Странно подействовал этот первый звук на всех нас. Мы переглянулись, А жена Николая Ивановича вдруг выпрямилась. За первым звуком последовало второй, Более протяжный, Потом третий. И вот стала потихоньку развиваться Зумырная песня. И одна в опале дороженька пролегала, Ел Яков. И всем нам становилось сладко и жутко. Я признаюсь, впервые слышал такой голос. Он свинел, как на тресках, И даже поначалу отдавал чем-то болезненным. Но в нем была и сила, и молодость, и страсть, и сладость, И какая-то беспечная скорбь. Русская душа шла в нем. А Яков, по-видимому, овладевал упоение. Он уже не замечал ни своего соперника, ни всех нас. Голос у него больше не дрожал, Он все время крепчал, расширялся. Я вдруг почувствовал, как у меня в груди закипают слезы, И поднимаются глаза. Я посмотрел вокруг, жена Николая Ивановича рыдала, Припав грудью под обои. Яков бросил на нее быстрый взгляд, И завелся еще звонче. Николай Иванович подкупился, Боргач отвернулся. Мужичок в своем углу всклипывал, А по железному лицу дикого барина Протекла тяжелая слеза. Я не знаю, чем бы закончилось это всеобщее тавление, Если б Яков вдруг не закончил На каком-то немыслимо высоком звуке, Как будто голос у него вдруг оборвался. Никто не вскликнул, не пошевелился, Все словно ждали чего-то. А Яков открыл глаза, Посмотрел на всех удивленно И понял, что победа была его. Яша, сказал дикий барин и смолк. Мы стояли, как оцепенелые. Рядчик поднялся с лавки, Тихо подошел к Якову и сказал, Ты, твоя, ты выиграл. И выбежал из комнаты. Это внезапное движение прорвало очарование. Все заговорили громко, шумно. Боргач бросился целоваться с Яковом. Николай Иванович торжественно объявил, Что добавляет от себя еще осьмуху пива. Дикий барин смеялся каким-то добрым смехом, Которого я никак не ожидал увидеть на его лице. Мужичок то и дело стучал кулаком по столу и говорил, Хорошо не будь я, сукин сын, хорошо. А жена Николая Ивановича вдруг раскраснелась И вышла из комнаты. Яков радовался своей победе, как дитя. Глаза у него так и сияли счастьем. Его повлекли к стойке. Он подозвал туда заплаканного мужичка в свитке. Послал целовальникова сынишку зарядчиком, Которого, впрочем, тот не сыскал. И тут начался пир. Ты нам споешь, ты нам еще опять будешь, Кричал обалдуй. Я посмотрел еще раз на Якова, Повернулся и пошел. Я не хотел остаться. Я боялся испортить впечатление. Анастасия Ну что ж, ребята, вот так вот незаметно прилетел практический час. Понравился вам спектакль? Замечательно. Давайте мы еще раз аплодисментами поприветствуем наших исполнителей. Замечательно оттуда театра и кино Александр Синяков. Ваши аплодисменты. Государственная педагогическая русская народная отца в России. А имени Людмилы Зимовой и Денисор Сергей Корняков. Ну что ж, может быть попросим еще оркестр что-нибудь исполнить? Все, договорились. Слушаем тогда обновательно, спрошем еще одно музыкальное произведение. Кто из вас смотрел художественный фильм «Отель Гранд Будапешт»? Несколько человек смотрели. Вот там вот играет ансамбль «Россия» как раз. И вот как раз мы там играем вот ту самую композицию. Знаменитую русскую народную песню «Светит месяц» в обработке Василия Васильевича Андреева. Вот сейчас мы вам, для вас, эту замечательную русскую народную песню и исполним. Хорошо. Знаменитую русскую народную песню «Светит месяц» в обработке Василия Васильевича Андреева. Знаменитую русскую народную песню «Светит месяц» в обработке Василия Васильевича Андреева. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, дорогие ребята, спасибо вам огромное за внимание Спасибо за такой хороший, сердечно-радушный прием Ну и до новых встреч Договорились? Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!